Бандитов задержали не случайно, утверждают правоохранители. По поводу громкого ареста грабителей ювелирного Ножиковского дали брифинг в областной прокуратуре. Заодно попытались объяснить, почему преступная группировка столько времени действовала безнаказанно. Волну преступности, накрывшую город с 2014 года, прокурор области связывает с ликвидацией ряда подразделений милиции и оперативных полномочий. Этим же он объясняет, почему банда, совершавшие свои преступления с 2011 года, оставалась до сих пор неуловимой. Если бы не просчеты и законодательной власти некоторых бюрократов, я думаю, что как минимум мы бы эту группу взяли при нападении на ювелирный магазин, на металлургов. В документировании преступлений группировки оперативная помощь была оказана сотрудниками СБУ. Ребята из городского управления уголовного розыска сработали неделю назад нормально, задержали в городе Киеве серийного разбойника тот, который в маске с пистолетом совершал разбойные нападения на мелкие магазины, пивные точки типа бочка. Уже более 10 эпизодов задокументировано, он продолжает давать показания. Задержать участников банды были готовы, как утверждают и месяц назад, но планировали сделать это так, чтобы обойтись без жертв. В моей милицейской жизни это шестая банда, но такой высокоорганизованной и закрытой, из которой минимизирована была утечка информации, такой банды еще не было. Организована была банда досконально, то есть лидер занимался подбором объектов для нападения, далее раздавались роли. Как говорят правоохранители, на следующий день после задержания банды в Запорожье впервые за долгое время не было совершено ни единого преступления.